И снова здорово! HipHopLA.L.A. Мы проходим сейчас мануальную терапию и, соответственно, на разогретое тело. Я уже писал несколько раз, да, многие делают как бы на холодную. Лучше не делать, лучше разогреть с изогревом, с жестким. У нас массаж специально мануальный, когда мы уже прошли и локтями, уже растянули его, и декомпрессировали, и подиагонали, да, в общем, уже проработали тело человека. Ну, если, например, нет времени на массаж, да, то хотя бы, вот, можно даже через одежду просто растереть. Самые основные места – это вот трапеция сверху, это паравертебральные мышцы, все их целиком сразу согреваем. Поясница, крестец, в общем, все это быстренько разогрели. Либо использовали теплое полотенце, подогретое заранее, да, приложили его, промяли. Прошлепали человека. Шлеплю очень быстро согревает. Простучали. Соответственно, наша цель – это реберно-поперечное сочинение, вот здесь вот простукиваем до плавочих ребер. Нападки, плечи, таз. В общем, вот подготовили. И начинаем мы, так скажем, пока без разбора полетов, как бы, такое для всех, ну, такие универсальные приемы. В общем, идем мы от общего к частному, от поверхностного к более глубокому, да, пока мы не разбираем, что у человека, там, грыжа, сколиоз. Ну, конечно, спросили, да, если грыжи нет, то, в принципе, можно делать. Соответственно, прием такой. По диагонали начинаем его растягивать. Руки идут у нас вот так вот, потренируйтесь в воздухе делать друг друга. Либо локтями, соответственно, вот так, вот так вот разжимаем. Мы уже подобное делаем, когда вот растягивали во время массажа его вот так вот, да. Одна рука встает на ость лопатки, самая выпирающаяся часть, вот так вот на себя. Желательно не вот так вот делайте, да, потому что рука пойдет на сгиб, вам будет, ну, у вас силы просто не хватит. А вот так разворачиваете, получается вот давление. Видите, какое, всем корпусом. Вторая рука на ось греблем подвздошной кости, самая выпирающая, это вот, где уголок вверх идет, сюда. Растянули, дошли до предела, и после этого делаем толчок. Соответственно, наш вес, ну, видите, я стол сделал пониже специально, да, чтобы своим весом давить. То есть я вес, точку центра тяжества своего, да, стремлюсь поставить на центр между точками воздействия на человека, да, вот здесь. И еще раз дошли до предела, раскачали назад, ни в коем случае не возвращаемся, да, чтобы сделать потом толчок, только вот на пределе. И по ребрам еще раз несколько, раз получится, два, три. Ну, на половую ребру уже не идем. Зависит от объема тела человека, у кого-то получится раз, два, три, у кого-то четыре там раза, да, достаточно три раза. Теперь меняем руки, вот так вот, здесь опять-таки на уголок подвздошной кости, а здесь на лопатку, ось лопатки. Растянули и толкнули. Переходим на реберные сочинения. Два, три. Тут есть какие-то нюансы. Ну, например, вы чувствуете по объему человека, что где-то что-то у него там выпирает побольше, допустим, заблок какой-то, да, или что-то, горбик такой, да. Тогда вес тела переносите больше сюда и больше действуйте перед рукой. Если чувствуете, что что-то здесь напряжено, да, можно вес тела перенести туда и больше упор сделать на поясницу. Руки не перекрещиваем, потому что вам просто не хватит длины рук. А вот теперь, когда переходим на поясничную зону, да, тут уже можно руки перекрестить. Опять же, кладем на уголок подзвучной кости, здесь на ребра с той стороны. Но эта рука у нас по большей части фиксирующая. Она, ну, в принципе, она толкает, да, но она больше фиксирует, поэтому мы ее расширяем, пальцы, да, чтобы именно его держать. Вот это рабочее. Докручиваем таз до предела, вот он в первом столе, предел до назад, не идем и совершаем толчок сим-корпусом. Я специально руку, видите, убирал, чтобы видно было, что не она, а главное растянули и в костницу толкнули. Далее, ну, толкаем как мы, по диагонали, да, наша цель, всегда делать декомпрессию, поэтому по диагонали. Когда толкаем в ребра, то можно просто перпендикулярно позвоночнику, оси позвоночника. Чтобы не порвать ткань, ну, через простную делается или через одежду, лучше сделать небольшую складочку, такую, чтобы она вот на растяжение пошла, да. Здесь упираемся в ость лопатки, здесь тоже в ость лопатки, растянули, дошли до предела, знаете, как собака вот укладывается на ночлег вот так вот, помягче, помягче, вот дошли до предела, только последовательно совершаем толчок всем корпусом. Так же ниже, и еще ниже. Ну, тоже нюанс, смотрите, при растяжении не толкаем ни в коем случае вниз, на компрессию не действуем, да, а сразу через ткань, через кожу, там, сало, дошли до предела костей. Вот, поркода в кости уже был, да, и только тогда толчок, видите, вверх немножко съезжаем, и только тогда толчок. Далее, беремся уже за остистые отростки. Я говорю, что по остистым отросткам мы не убьем, но, в принципе, иногда можно. Запястье с этой стороны ставим, запястье с противоположной стороны ставим. Натянули, вот, дошли до предела, и только после этого. И, кстати, предлагайте всегда, вот тут хрустлана, да, седьмой позвонок, всегда приговорить человеку выдохнуть. Ну, я обычно не говорю там вдох-выдох, вдох-выдох, просто некоторые люди, они, как бы, кто-то йогой занимался, кто-то специально дыхательным практиким занимался, они начинают специально там долго вдыхать, потом готовятся, как-то, психологически, там, долго выдыхают, это все как-то, время просто тратится, я за это время уже успею три раза вдохнуть-выдохнуть, поэтому просто выдох, 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 а уж вдохнуть-то человек, быть уверенным, никогда не забудет. по-любому вдохнет так выдох 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 то есть он получилось три раза да это я делал по часовой стрелке теперь просто стрелки просто меняю руки и потолка вот если ребенок например если у вас ребенок да то можно вообще все надо выдохе сделать выдохнули и все прошли или даже с одной стороны видите что допустим ребра тут подняты да значит ротировано позвонки сюда логично просто в другую сторону повернуть берем с одной стороны надавили дошли до преднапряжения чуть-чуть можно потолкать и с выбором вот в следующем видеоролике мы разберем про декомпрессию всего позвоночника вверх позвоночника но для этого нам надо будет его еще дополнительно расшатать растрясти простучать об этом снова здорово мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии и вот смотрите подходим к декомпрессии всего позвоночника но для этого сначала нам надо будет разжать вот эти вот связки поясничная подвздошная связка по диагонали идет вот такой вот по такой диагонали идет у нас крестцово-подвздошная связка вот так вот буква V значит если нарисовать вот ямочки подвздошная кость здесь крестец и вот эти связки у нас находится позвонок нарисуем позвонок значит вот это ППС у нас вот это КПС такие коротенькие связочки и мышцы там такие по сантиметрам небольшие и еще поясничный крестцовый ПКС где пресловутый V5S1 у нас да там тоже связки чтобы туда добраться их мы сначала отстучим а еще продолжить дальше вот пошел позвонок следующий позвонков есть поперечные отростки собственно говорят там находятся фасеточные суставы и дальше вот ну все подробно рисовать не будем так вот остистые пошли значит все это мы выщелкиваем за кожу значит сначала мы должны простучать чтобы больше свободнее не были свободное действие было вот буква V да это КПС ППС вот здесь вот стучим соответственно по диагонали то есть на расширение диагональ вектор вот туда через свой палец через свой сустав если у кого глянцевый палец вот так вот выдерживает да то можно и вот так вот стучать какой рукой стучить вообще не важно нужно вот этой рукой подставить да например либо правой я ставил сюда и сюда сам крестец вот сустав пояснище крестцовый получается отбиваем тоже назад я вам говорил что это у нас базис да от него все кости которые растут ниже толкаем вниз которые вышли толкаем вверх значит если человеку больно да через свою руку можно по подвздошной кости также по диагонали если человек нормально все терпит да то можно стучать и прямо двумя кулаками если там совсем зажато да и или вы жалеете свой кулак то можно использовать и молоток например вот такой вот только конечно по костям стучать больно будет поэтому мы делаем подкладочку из нескольких слоев полотенца и через него и по подвздошным костям терпимо вот это мы подготовили и теперь начинаем выдергивать ну давайте без полотенца без просто не покажу наверное если кожу можно взять вот у кого-то берется кожи у кого-то нет конечно взялись как раз за вот этот ппс и на себя несколько раз потом по вот этой диагонали теперь и 5 с 1 и ниже идем до копчика сужая пальцы сужая волос воздействия копчик берем прямо за кожу вверх значит как взять кто-то боится когда я щипаю больно кто-то терпит это не может терпеть поэтому мы когда готовимся мы не сжимаем сильно кожу да а сначала готовимся вот еще не еще просто держим не сжав а в момент рывка дергаем ровно вверх только вертикально вот тогда только сжимаем можно два-три раза поддернуть еще и соответственно если щипок у вас узеньки дату будут больнее поэтому берите побольше ткани вот такой толщины чуть пошире да вот берите вот так далее идем по вот этим фасечным суставом они находятся поперечные отростки от оси стых на два пальца в сторону и два пальца вверх через каждую два пальца получается когда мы захватываем как раз вот получается попадаем на них что мы собственно говоря делаем дело в том что хруст который мы слышим мы его слышим не в самом позвоночнике то есть сам позвоночник вот это тело позвонков да они достаточно мощные они очень плотно скреплены с друг другом они неподвижные если вы когда-нибудь резали там не знаю свинину баранину да это увидели что ножом даже их не разрезать сам позвоночник не разрезать поэтому хрустят не они это миф что там пришел к какому-то мастере он не свернул позвонок позвонок свернуть невозможно там столько слоев мышц там есть короткие связки вот такие на крыск все вот это вот зашито понимаете там все очень жестко а хрустят посеточные суставы это вот где поперечные отростки видите щели собственно говоря вот это щели вот она и создает этот щелчок знаменитый и соответственно вот взяв руками за кожу мы добираемся до них и отчелкиваем друг от друга раскрепощаем их в общем смысл наших дерганий за кожу то есть вот центр позвоночника вот пошли выдергивать их дальше взялись и дергаем где-то слышен хруст где-то не слышен но у нас вкус не является сама целью да мы прям не добиваемся что стопроцентно хрустну да это не надо ловить не надо это прям конкретно ждать обычно хрустит вот до сюда ну дальше можно там у кого-то он детей может быть и до самого верха до хрустит у кого-то дальше плотная кожа не берется но соответственно не делаем это у кого-то прям повышен 6 сантиметров жиров да то там вообще просто не возьмешь значит не делаем эти приемы у кого можно кто терпит тому делаем до конца далее рыберно-поперечное сочинение это я могу показывать если мышцу отодвинуть порой собраны до вас мы чувствуем вот они вот она гряда ребер идет получается это примерно 3-4 пальца от оси здесь на уровне четвертого пальца берем за них вверх вертикально вверх из этой стороны теперь за сам позвоночник наша задача расшатать его примерно два-три позвонка друг от друга отступаем их захватываем вот так вот приподняли и растрясли как за шкирку кошка таскать своих котят подняли растрясли это касается только основного грудного отдела можно тут уже хватается тоже взять так и нюансы по поводу самого отрывания как вода можно взяться вот так да ну пальцы как правило слабее указатель палец слабее большого пальца поэтому усы брать вот так некоторые видим так берутся ну потренируйтесь как вам удобнее можно и не так вот сюда если вы стоите соответственно не здесь а ровно сбоку да то получается вот вы берете и когда мы отрываем один способ первый способ это просто ровно вверх второй способ захватили и кулаками от от его ребер оторвали кожу вот от ребер оторвали и это все мы подготавливаемся к лиде компрессии теперь если расстояние между позвонками где-то узенькие а астиста отростки они примерно толщиной из палец и между ними вот с мизинчик вот такие должны быть канавочки ямочки прям вот нащупываем где они меньше там можем простучать через свой палец можно вообще все простучали конца выше соответственно через каждые два пальца не этот верх целитесь достаточно удобно смотрите ассистра отросток мы захватываем как бы вот так под пальчиком да и через но совершаем удар через свой сустав вот и чистый позвонок захватили вот так вот ассист отросток да и через него подвинуться тут вот и через него совершаем удар удар совершаем естественно под 45 градусов вверх весел они опущены вниз поэтому мы совершаем удар вот туда в церкви играться вперед и вниз в стол я уже мы их разжимаем декомпрессируем до каждый позвонок отдельно помогая ну тут хруст вряд ли будет до помогаем в дальнейшем для следующего следующий приемов да лучше включить вниз на тренировавшись вы можете уже даже по три пальца ставить да и сразу по одному по второму по третьему видите я стучу по нескольку раз как правило подготавливая в основном не человека подсознание его чтобы он понимал что сюда будет удар чтобы он не сгруппировался до 2 прицельных и один точный удар через палец соответственно палец не держите под углом да вы сами себе поломать и палец полностью приезжать к телу терпимо да так вот ну иногда предупреждается человека до что при ударах вот между лопатками ближе к шее может быть только отдаст в голову либо в руки при ударе ниже в поэстичной зоне да ты может током отдать туда к ногам так если вы жалеете свои пальцы да то можно использовать но есть всякие там было то продается такие ну я например использую такую детскую игрушку самую которая тупая естественно ведь и она попадает удобно между позвонками и ассистами точнее ассистом отростками тем более на глубоко не пробьет потому что порой собрали мышцы и не дадут проникнуть до то есть она опирается еще на параллельные мышцы первое главное чтобы не съехать на ассисты и через нее не съезжаем два сантиметра отступили нашли нашли где находится позвонок заметьте под углом 40 градусов я бью и ставлю не вертикально ну еще наши ассисты позвонки они должны быть естественно на одной оси то есть вот они ассисты отростки заговорились поздно устало говорить ассисты отростки да они и должны быть на одной оси пальцы как бы символизируют но есть они рассредоточены там по-разному да то их тоже можно подбить сбоку вот этим же инструментом берем прямо в них упираемся под углом соответственно в ту сторону по целых градусов я простукиваю их туда и в эту сторону ну естественно соизмеряется силу удара в принципе там ноги в интернете уже поднимают панику молоток молоток это все ужас да естественно не для каждого во первых это делается во вторых в принципе все нормально терпится и вот себе по костям в принципе ну ничего такого тут прямо ужасающего нету поэтому не в этом дело так подготовили все простучали да и теперь сами приема вот это косточка мизинца упираемся в тело человека натягиваем ткани его и с расширением с таким небольшим толкаем вперед по 40 градусов вперед и вниз начинаем с грудного с грудных позвонков натянули и как раз смотрите как раз получается та сильную два пальца попадаем на фасеточные суставы на те самые которые хрустят натянули создали преднапряжение и с выдохом толкнули идем не отсюда вниз да а именно снизу вверх почему потому что тут там уже стянули декомпрессировали и при каждом следующем толчке увеличиваем эту декомпрессию а если в обратную сторону идем то вот что логика получается да тут он получается декомпрессировали а следующем своем движении мы опять их обратно сжали с этой стороны да и ни в коем случае не делаем обратную сторону в принципе кто-то так и делает да но логики в этом особо не вижу потому что вы сжимаете позвонки нам же наоборот надо разжать декомпрессировать следующий прием не этой косточкой а вот этой горховидной косточкой упираемся раз протянули дальше идем упираемся основанием большого пальца приему все те же самые вперед натянули ткань до предела дошли и с расширением толкнули желательно всем весом видите головой качаюсь и весом задают импульс дальше можно сделать мизинцами кулаки сжали уперлись и те же самые движения ведь у нас ширина мизинца два-три пальца как раз на посечном суставу мы выпадаем натянули можно сделать указательным пальцами кулаках и большими пальцами можно еще добавить для того чтобы посетительный сустав он же идет выше получается на два пальца то есть мы следующий посетительный сустав также толкаем вверх только теперь уже мы руки подкручиваем было видно подкручиваем не вот так везде мы делали не в стороны а если вам не хватает вашего веса вы это чувствуете да лежит допустим такой мужик вот таким вот с кариозом кифозом большим да поэтому можно залезть сверху вы добавляете свой вес а еще ну смотрите как он удобнее да так вот и вот так вот еще можно не встать и вообще всем своим весом вот только сейчас услышал только сейчас получилось да да то есть видите приемов большое избыточное количество какие-то вам больше понравится вы попробуйте разного как вот там один два способа будет использовать да но остальные нужны для того чтобы вдруг вас вот просто вот не получилось в такой позе да в другой позе сделаете и как раз дойдете до того качественного щелчка которые вы ожидали ну а теперь будем пробовать все друг на друге у нас тренинги только практические да далее еще покажу в следующем видео как сделать для больших грузных мужчин которых вы вообще на столе не можете продавить сделаем это на полу но об этом в следующем видеоролике до встречи друзья будьте с нами радуйтесь и практикуйте работе есть нюансы как для тех людей кому вот например вот так вот болезненно да вы чувствуете можно использовать теннисный мячик его можно положить на остистые отростки да и прям через него опять же по 45 градусов пробиваем так как чувствуется растяжение да но помягче да так и по реберам сочинением также станет также приводит их вверх если у вас нет мячика в работе да то обычно у массажистов есть банки которые используют для баночного массажа через банку также может пробить на естественно по секунде стучать так что вот у меня масса 20 рекомендаций пробуйте экспериментируйте с вами был олег губин